Как научиться не бояться компьютерную мышь? Пенсионеры Коголыма включились в окружной проект «Электронный гражданин». В новую студенческую группу вошли те, кто даже азов компьютерной грамоты не знает. Однако уже через три месяца эти пожилые люди будут уверенными пользователями интернета, обещают преподаватели. А начинается все с элементарного слицательного знака. Вам нужно будет зажать эту кнопку, держа ее, нажимаем еще, к примеру, единичку, если вам нужен восклицательный знак. Компьютерная азбука, горячие клавиши, работа с текстом под таким названием проходит занятие в Центре общественного доступа городской библиотеки. У пенсионерки Елены Скрипниковой это уже второе занятие. Ее первая цель – в совершенстве освоить портал госуслуг. Просто, например, пописать, где-то перезвонить или смс отправить. То есть это, естественно, мы все как бы знаем. Нужно сейчас все госуслуги, то есть нужно знать. Зарегистрироваться элементарно даже. Да, зарегистрироваться где-то в госуслугах. Госуслуги, одноклассники, ворд, эксель. В современном мире все эти сайты и программы делают жизнь любого человека не только удобнее, но и интереснее. Чего же говорить о пенсионерах, которые, как никто другой, располагают свободным временем. А навыки пользования тем же Скайпом – это возможность увидеть родных, которые живут в другом городе. Возрастная категория у нас каждым годом становится все старше и старше, мне кажется. Конечно, им тяжелее, нежели чем было, например, пару лет назад. Но ничего, мы стараемся, придумываем какие-то новые идеи, как облегчить им жизнь, даже для того, чтобы пользоваться мышью, им очень тяжело. Они играют на компьютере пазлы, собирают пазлы, чтобы руку набить. Преподаватели говорят, что лить свет знаний не так-то просто, ведь раньше компьютера в школах не было, потому эти пенсионеры словно первый раз в первый класс. Пенсионеры настроены решительно, от внуков отставать не хотят. Сейчас везде интернеты, а мы как бы все еще у всех спрашиваем, у детей особенно, дети нам быстро-быстро показали, мы ничего не запомнили, например. А сейчас мы тут спокойно обучимся, все будем знать. Групповые занятия проходят два раза в неделю. По продолжительности один такой урок равняется студенческой паре в УЗИ. Уже в апреле 10 коголымских выпускников получат сертификаты. Хакерами они, конечно, не станут, но с компьютером будут на «ты». Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей.